В реальной ситуации эти ребята не растеряются. Навыки борьбы с пламенем у них отработаны безупречно. Пользоваться огнетушителем и мгновенно реагировать на такие вот возгорания они научились давно. Также они легко смогут привести в себя пострадавшего и эвакуировать его с высоты при помощи одной лишь веревки. С помощью одной веревки можно спасти пострадавшего. Показать практически все. Пострадавшего можно опускать. Обязка уже произведена правильно. В команде добровольных юных пожарных и мальчишки и девчонки тренируются наравне. Педагоги не дают спуску никому. Это должна быть сама девочка целеустремленная и сильная. Она же знает куда она идет и что она хочет добиться этим. То есть никаких поблажек тебе никто не дает? Нет. Тут все на равных. Все занятия проходят на базе местной пожарной части. Специальная техника, экипировка, различное спецоборудование вызывают у сельских ребятишек громадный интерес. Профессиональный пожарный должен уметь надеть боевку за 18 секунд. Это лучший результат. Ребята справляются с этим заданием на отлично. Посмотрим, смогу ли я с этим справиться. Боевая одежда пожарных тяжелая. Мое время далеко от идеала. Почти минута. Но ребята говорят, для начала неплохо. Конечно, сейчас они управляются совсем в разы быстрее. Детское подразделение в селе Георгиевка единственное на востоке края. Неоднократно команда участвовала в краевом конкурсе «Школа безопасности». И с каждым годом их результаты все увереннее. На протяжении шести лет мы все соревнования посещаем. Начали мы с шестого места и добились первого места. Поощрили нашу команду. Наш капитан ездил в Орленок. Это в Краснодарском крае. И оставшиеся ребята, 8 человек, они ездили в океан. Защищали честь Красноярского края. Тоже участвовали там в соревнованиях. Чемпион края Вадим Тураев пробегает 100-метровку с развертыванием рукава за 19,2 секунды. На последних соревнованиях до рекорда Вадиму не хватило всего лишь одной сотой. Это низкий старт. Если выше старт, значит будет результат. Перепрыгиваешь забор как можно быстрее. Хватаешь рукава, забегаешь на бум, пролетаешь, скидываешь рукава, соединяешь. Разветление, финиш, все. Спасатели говорят, растет хорошая смена. Ребята уже сейчас могут дать фору профессионалам. Да только на реальные пожары их, конечно, никто не пустит. В 20-е они рвутся, но их пускать туда нельзя, потому что это дети, мы за них в ответе. Это без этого. А вот те навыки, которые они получают, они в жизни пригодятся. Сейчас, когда для пожарных началась в прямом смысле слова горячая пора, юные добровольцы помогают чем могут. Ходят по дворам и напоминают людям о правилах безопасности. Следят за порядком в округе и в случае чего сразу сигнализируют об опасности своим старшим коллегам. Каждый из этих ребят мечтает связать свою жизнь с профессией спасателя или военного. Поэтому все свободное время они тратят на физическую подготовку и основам пожарного дела.